Всем привет! Смотрите, что делать, если недоступен вход в Windows под своей учетной записью. Пин-код недоступен. Как обойти пин-код и сбросить пароль учетной записи Windows? Когда на экране вашего ПК появляется ошибка о том, что пин-код недоступен, это может быть вызвано различными проблемами, такими как повреждение профиля пользователя, сбой службы входа в систему и так далее. Далее в видео мы рассмотрим, как войти в систему, а также как исправить данную ошибку. Для начала давайте рассмотрим причины появления данной ошибки. Один из наиболее распространенных источников проблемы связан с неполадками в службе входа в систему Windows. Это может быть вызвано различными факторами, такими как конфликты программного обеспечения, повреждение файловой системы или неправильные настройки. Иногда проблема может быть связана с повреждением профиля пользователя, неправильные настройки безопасности и некоторые обновления операционной системы могут привести к конфликтам или ошибкам при использовании пин. Кроме того, она может быть вызвана ошибками в системных файлах, проблемой с жестким диском или неполадками в аппаратном обеспечении. Итак, давайте разберем, как войти в систему при возникновении данной ошибки. Если для входа в систему вместе с пин-кодом вы используете пароль при возникновении ошибки, вы можете воспользоваться паролем. Для этого на экране блокировки нажмите «Параметры входа» и выберите опцию «Входа с паролем». После успешного входа следует выполнить сброс пин-кода, чтобы устранить проблему. Для выполнения сброса пин-кода откройте «Настройки», «Учетные записи». В разделе «Параметры входа» выберите опцию «Windows HelloPin». Удалите существующий пин-код со своего компьютера, введя пароль для подтверждения своей учетной записи. После удаления старого пин-кода нажмите «Добавить» или «Настроить». Введите свой пароль и установите новый пин-код. Эти действия помогут восстановить доступ к системе и устранить проблему с недоступностью пин-кода. Если у вас есть учетная запись в Microsoft, вы можете запросить код подтверждения для входа в систему в случае подобной проблемы. Для входа можно запросить код по смс или электронной почте. После получения кода подтверждения его нужно ввести на экране входа в систему вместо пин-кода. Этот метод позволяет войти в систему, обойдя проблему с пин-кодом. Для входа компьютер должен быть подключен к интернету, иначе вход с помощью учетной записи Microsoft будет недоступен. Если вам удалось войти в систему, проверьте службу изоляции ключей. Для проверки службы кликните правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выберите «Выполнить». Введите «Сервис MSC» и нажмите «Enter». В результате откроется окно служб. Найдите в списку службу «Изоляция ключей» и нажмите по дваждой, чтобы открыть. Проверьте тип запуска. Она должна быть включена. Измените тип запуска на вручную и запустите ее, а затем перезагрузите ПК. Также решить проблему с пин-кодом можно удалив содержимое каталога настроек пин. Windows хранит всю информацию, связанную с настройками пин-кода в папке NGC. При повреждении папки вход в систему с помощью пин-кода может быть недоступным. Чтобы решить эту проблему удалите все содержимое. В проводнике откройте вид «Показать скрытые элементы». Далее перейдите по такому пути. Выделите все содержимое папки, а затем удалите. В результате пин-код будет удален. При входе система больше не будет запрашивать вести пин. Если выбор варианта входа с паролем Веста пин-кода недоступен, удалить папку NGC или запустить службу можно с помощью командной строки через меню восстановления системы. Зажмите клавишу Shift и перезагрузите компьютер. Меню восстановления откройте «Поиск и устранение неисправностей». Дополнительные параметры. Командная строка. Для начала попробуйте активировать службу изоляции ключей. Выполните команду RecEdit для запуска реестра. Здесь выберите раздел hklocal machine, а затем перейдите в меню «Файл», «Загрузить куст» и укажите путь к файлу system. Переходим по пути c windows system32 config. Буква системного диска может отличаться. Определить ее можно по размеру. Выбираем файл system и жмем открыть. Задайте для него имя. После чего в разделе hklocal machine появится подраздел с заданным именем. В этом подразделе перейдите в «Control Set» в «Services» к «ISO». Здесь проверьте значение параметра с именем «Start». Значение должно быть равно трем. Если это не так, измените его. Вернитесь к созданному подразделу. Затем файл «Выгрузить куст». Перезагрузите ПК. В результате пин-код должен работать. Если это не помогло, удалите папку ngc. Запустите систему в режиме восстановления. Поиски встранения неисправностей. Дополнительные параметры. Командная строка. Для удаления папки ngc выполните по порядку эти команды. Сейчас мы приходим к Перезагрузите компьютер. В результате пин-код будет удален и вы сможете войти в систему с помощью пароля. Еще один способ исправить проблему с пин-кодом удалить последнее обновление системы. Загрузите ПК в режиме восстановления, затем перейдите в раздел «Устранение неполадок», «Дополнительные параметры», «Удалить обновление», «Удалить последнее обновление». Это может помочь, если причиной ошибки стало последнее обновление системы. Также вы можете попытаться загрузить последнюю сохраненную точку восстановления. Для этого в режиме восстановления откройте поиск «Устранение неисправностей, дополнительные параметры, восстановление системы. Здесь выберите и загрузите последнюю рабочую точку восстановления. Будьте внимательны, при загрузке вы можете потерять некоторые файлы и последние изменения в них. Если вы потеряли важные файлы или получить доступ к системному диску не удалось, вернуть их вам поможет программа для восстановления данных Hetman Partition Recovery. Подсоедините накопитель к другому ПК и просканируйте диск. Найдите нужные файлы и восстановите их. Установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Ну и последний вариант входа – сброс пароля для вашей учетной записи. В том случае, если вы забыли пароль, а с помощью PIN войти не получается, попробуйте сбросить пароль. Для данного способа вам понадобится загрузочная флешка с операционной системой Linux. Скачайте дистрибутив Linux с официального сайта и создайте загрузочную флешку с помощью Rufus, Etcher или другой подобной утилиты. Подключите USB накап петель к компьютеру и загрузите его с USB. При загрузке с флешки выберите вариант Try Linux, в моем случае Ubuntu. После загрузки системы откройте меню приложения и запустите Software Updater. В открывшемся окне во вкладке Ubuntu Software установите отметку напротив Community Maintenance Free and Open Source Software. Затем нажмите Close и Reload. После окно можно свернуть. Далее кликните правой кнопкой мыши по рабочему столу и запустите терминал. В окне терминала выполните команду для установки пакета для считывания и модификации базы данных пароля Windows. Затем перейдите к проводнику и откройте диск на котором установлена ваша операционная система Windows. Перейдите по следующему пути Windows System32 Config В данном каталоге должен быть файл SAM, который мы отредактируем с помощью ранее установленного модификатора. SAM это диспетчер учетных записей безопасности в операционной системе Windows, который управляет базой данных учетных записей. С его помощью мы сможем сбросить пароль для конкретной учетной записи и войти в систему без пароля. Для начала кликните по пустому месту правой кнопкой мыши и выберите «Открыть в терминале», после чего данная папка откроется в терминале. Далее для просмотра учетных записей Windows через SAM воспользуемся следующей командой. В результате будет выведен список всех учетных записей Windows. Для сброса пароля конкретного пользователя нужно выполнить следующую команду, здесь нужно указать имя учетной записи, пароль которой нужно сбросить, Enter. Затем выбираем из списка первый пункт Clear Blank User Password. Для этого вводим цифру 1 и жмем Enter. В результате должна появиться надпись Password Cleared. Далее введите Q для выхода и после перезагрузите систему. Извлеките флешку и запустите Windows. В результате пароль учетной записи будет сброшен. После загрузки система не попросит ввести пароль или пин-код и вход будет выполнен автоматически. Как видите, вход в Windows может быть затруднен из-за различных ошибок, однако теперь вам известны несколько способов, которым помогут решить эту проблему. Эти методы помогут вам восстановить доступ к учетной записи и продолжить работу с операционной системой без лишних препятствий. А на этом все, надеюсь данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok